вернувшиеся с фронта российские заключенные уже совершили как минимум 27 убийств об этом сообщила вельт со ссылкой на расследование группы агентства неудивительно учитывая кого помиловал путин за участие в войне несмотря на общее замалчивание проблемы жестокости вернувшихся ветеранов со стороны госпропаганды сми многократно сообщали о вспышках насилия бывших военных нередко заканчивающихся летальным исходом проблему представляют не только осужденные попавшиеся под амнистию но и обычные солдаты по оценкам минздрава 23 процента вернувшиеся с войны страдают птср вот такие вот новости удивительные но новости мягкие на сказать мягкие поскольку поскольку птср должна страдать по идее как можно больше количества народу потому что у людей после тюрьмы есть травматический синдром у любого человека после любой тюрьмы после любого количества дней годов и лет там проведенных есть травматический синдром и плюс конечно военный синдром ну и убийств к сожалению гораздо больше значит у нас есть такой прогрессивный струковского призыва такой прогрессивно во всех кавычках на свете губернатор ивановской области такой стас воскресенский и у него я думаю по недосмотру какого-нибудь зама утекли в официальную ивановскую прессу данные по крайней мере по ивановской области я больше нигде не видела но я думаю что ивановскую область может взять за среднюю туда в область после отсидки вернее после отсидки после того как забрали из тюрьмы и повоевали вернулись 350 живых бывших уголовников ну собственно текущих уголовников не отсидевших из них 156 уже вернулись назад вернулись назад в тюрьму а дальше я не знаю как считать я обычно считал завербованных по головам вот мне сегодня сообщили там очередной партии уехавших там из защитной тюрьмы а вот эти как считать это же с одной стороны одни и те же люди а с другой стороны новое поступление но такое знаки многоразового использования и судя потому что ну вот 156 преступления не совершили давайте посмотрим кто вообще сидит больше трети сидит наркозависимые преступления связано с оборотом наркотиков при этом предпочтение при вербовке что пригожен что минобороны отдавал именно убийцам и лучше осознанным лучше серийным и людей которые знают что такое кровь то есть тяжкие телесные повреждения разбой грабеж с применением оружия вот это вот все им предпочтение но и с чего в общем можно было бы предположить что вернувшись на родину они будут нюхать цветы нет что умеют то и делают что умеют то и делают ну плюс возможности которые им дал путин с поступлениями с выступлениями с льготами многочисленными это же все есть вот вот а нет у нас изменилась политика партии правительства о чем мы и получили ответ еще путина на прекраснейшую прямой линии там на самом деле покопаться много было конечно прекрасного там задавал вопрос очень любопытный бывший вагнеровец который почему-то не произнес вслух слова вагнер как и слово пригожин то же самое сделала путь отвечая на вопрос он говорил вот я кровь проливал в рамках частной военной компании на на фронтах а вот теперь мне ветераны боевых действий отказывают ветеранских в льготах то все 525 на основании того что я воевал не минобороны а в частной военной компании и тот владимир владимирович вообще не моргнув ни одним глазом есть тоже в сумме что все говорят то что дорогой все не в курсе что частные военные компании запрещены у нас в россии на территории россии где-то воевал это кажется очень интересно но вот где воевал туда и иди вот где карточку открывал такое отделение иди вот все к частым владельцам интересно не знал этого чего тебе не должны хочешь денег иди министерство обороны а частной военной компании нет мы конечно там кому-то помогали но мы давали деньги собственно хозяеву а тебя не знаю первый раз видим так что я думаю вот это вот ответ интересно не знал значит оказывается нет частных военных компаний а они разрешены некоторые разрешены те у кого есть контракт с минобороны сейчас они есть у всех и я напомню что вагнер влился вообще в ряды росгвардии вместе с наследником тутти вместе с павлом пригожином но там ситуация и еще более необъяснимая то есть да теперь чего к вагнер подразделение росгвардии но тогда получается что бывшие заключенные которых набирают чего к вагнер так называемый 116 батальон в рамках росгвардии они в менты идут ну то есть да ну я не знаю как это комментировать